В Одессе на Черноморского казачества открылось первое в Украине арт-коворкинговое пространство. Творцы Одессы. Что оно из себя представляет, мы сейчас и узнаем. Здравствуйте, Оксана. Вот мы к вам приехали. Немножко запутана сюда дорога, но это такое, это, как говорится, дубльгиз, все поправит. Первый же вопрос, конечно же, самый актуальный. Как возникла такая идея? Как возникла идея создания творческого пространства? Вот ведь на поверхности такого пространства не хватает в Одессе. И не только в Одессе, а вообще в Украине. Это известный мировой опыт. Во многих городах мира создаются такие места, где могут собраться творцы, создатели различных видов искусства, поработать вместе, обменяться опытом, понять друг друга, заразиться новыми идеями, создать что-то вместе комплексное. И дать такой сильный мощный синергический эффект. В Одессе этого нет. А людей талантливых много. Безусловно. И Одесса это не раз подтверждала. Один раз я захотела сделать такую необычную елку. Вот не такую, как у всех. На Новый год? Да, это было на прошлый Новый год. Для этого мне пришлось приложить довольно много усилий. То есть найти ПВХ, найти, где мне порезать ПВХ на фрезерном станке, найти место, где мне ее покрасить из баллончиков, потому что в квартире этого не сделаешь. Запах и грязь. Найти, где пошлифовать, потом, как ее зарядить светодиодами, чтобы она светилась и так далее. И это стоило мне массой усилий и времени. Я подумала, было бы здорово, если бы можно было прийти в одно такое место, привлечь различных специалистов, посоветоваться у разных мастеров и реализовать эту идею буквально за полдня. Я уверена, что у одесситов масса таких идей, более креативных и грандиозных идей. А реализовать их просто негде. Невозможно в условиях малогабаритных квартир. Хорошо. Ну вот вы обратились к мастерам и сказали, приходите к нам. Они вам сказали, ой, мы заняты или да, конечно. Как происходил вообще диалог в этом плане? Когда мы озвучили эту идею, мастера подхватили ее мгновенно. Это была как вспышка пороха. То есть этого действительно не хватало. Ребята, буквально за три дня пришло столько мастеров, сказали, да, мы хотим работать в таком пространстве, мы хотим быть частью такого организма, такого заведения, мы хотим быть рядом с друг другом. Это же здорово. Вот витрожест, вот керамист, вот инженер, вот электронщик рядом. Творцы Одессы. Именно название было дано не зря, как мы понимаем. Оно именно как раз отображает суть этого пространства. Суть пространства. Леша, здравствуй. Здравствуй, Александр. Встречаемся сегодня с тобой по хорошим поводам и это хорошая традиция. И в данный случай не исключение, мы с тобой сегодня находимся в арт-пространстве коворкингом. В пространстве не было такого и вот появилось, а ты еще и руководитель. Да, так уж случилось. Что рассказать? Рассказать, как все это создавалось. Но на протяжении нескольких лет я думал о том, что нужно в Одессе что-то такое создать, как вот, например, много лет назад в Одессе существовала Малая Академия Искусств. Пообщавшись с Островским и изучив биографию Микеланджело Бонаротти, я узнал, что была такая династия Медичи, которая привлекала самых лучших творческих людей того периода. Леша, ты не знал-то этого про Медичи, да? Знал, я читал «Муки и радости». Ну, это биография Микеланджело Бонаротти. И захотелось создать на основе вот этих вот знаний, которые, в общем-то, были ранее во мне, захотелось создать что-то такое вот в Одессе. Получилось так, что есть такая общественная организация, как «Творцы Одессы». Мы объединили наши усилия, знания, навыки, наши таланты и смогли сделать первый шаг навстречу тому, чтобы появилось в Одессе впервые такое вот творческое пространство. Ты знаешь, у фильмов есть трейлеры, а есть еще и спойлеры. А ну-ка, расскажи нам что-нибудь такого, что скоро будет. Конечно. В недавнем времени, буквально несколько недель назад, мы открыли гончарную мастерскую. В ближайшее время мы будем открывать витражную мастерскую. То есть впервые в Одессе мы будем давать мастер-классы по витражному делу. То есть до нас еще никто этого не делал. Люди гуглили, но ответ не находили. А теперь есть. Да. Всемогущий гугл дал нам ответ, что до нас никто этим не занимался. Исходя из-за этого, мы будем считаться некими такими эксклюзивными творцами, которые будут делать изделия из цветного разноцветного стекла. Приблизительно в тот же период, когда у нас будет запуск витражной мастерской, мы планируем запустить мастер-классы по нижнему белью. То есть девчонки, женщины смогут к нам прийти и за короткий промежуток времени получить навыки создания нижнего белья. И уйти, именного, конечно. И уйти в том беле, который они сделали своими руками за короткий промежуток времени. Ну а как же текстильный инженерный цеха? Если говорить про инженерный цех, то на мой взгляд это очень классный цех. Объясню почему. Потому что придя туда, можно поиграться с различными технологиями. А именно, вот уже еще не запустившись, инженерная студия у нас разрабатывает технологии, связанные с голограммами. Они разрабатывают технологии, где за счет Air Generation технологии мы будем, в общем-то, давать освещение на улице. Параллельно с этим мы планируем взять акцент на электронике и на инженерных различных аспектах. В общем, вам будет чем похвастаться? Я думаю, через пару месяцев все одесситы смогут это увидеть. А если говорить про ближайшее мероприятие, то в воскресенье в 17.00 у нас будет открытие мастер-классной нашей, где наши гости смогут увидеть и попробовать своими руками ощутить тепло черстяных ниток. То есть у нас открывается в 17.00 в воскресенье мастер-классное повязание. Спасибо.